Чё ещё тебе рассказать? О, как красиво! Красиво звучит, неправильно? Давай, сяду, как эмо. Знаешь, интересно, что уголовник, который ссыт, из Москвы, который ссыт, на пол, в бутылке, там, моя девушка рассказывала, мама там приводила уголовника этого, который трижды отсидел и который был наркоманин, наркоманин, там, жёстко, он назвал меня животным и угрожал мне. Он ничего, кроме угроз, мне не мог написать вообще. Он назвал меня животным. При этом он ничего не создал в жизни, ничего не сделал, он только ссыт на пол. И татуировки себе сделал, лысая башка, озверевший взгляд злобный и подвешивался на крючках, типа, модная такая тема среди таких людей. Ну, типа, он не такой, как ссыт, подвешивался на крючках. А я пусто животное в его глаза. Он мне, да, вызвал, так и всё. Короче, вот тот, кто является, допустим, животным, он называет человека животным. Тот, кто является, ну, леди-боем, ну, леди-боем в лучшем случае, называет, называет нормального гетеросексуального мужчину, у которого отлично растёт борода и рост нормальный, в отличие от него. И телосложение, худощавое, но при этом мужское телосложение, называет, там, нельзя сказать, что, типа, ты женщина, там, ты, ну, типа, он презирает женщин, кстати, ещё очень сильно. Сексизм, там, присутствуют всякие, иконофобия у него. Короче, полный, ну, полный долбоёб. Да, это удивительно. Это как будто он, знаешь, вот чисто свои собственные качества на тебя переносит, просто и всё. На отражение. Ну, это, это такая есть, в психологии, кое-как называется. Так что, да, и похер вообще. Ну, я долбоёб, да. Менты меня считают долбоёбом, потому что я художник, и просто долбоёб. Если я играю на гитаре, не умею играть, и говорю, что я говорю, значит, я долбоёб. И я должен молчать. Я не имею права вообще говорить ни о чём. Я не имею права ничего говорить, чтобы не прослыть долбоёбом. Но только вот я всю жизнь молчал, и ничего хорошего от этого не было. А теперь я не молчу, и мне стало ещё хуже. Мне уже просто кофе. Давай я чё-нибудь хорошее. Давай чё-нибудь хорошее расскажу. Короче, шишка стоит так, что я могу заниматься круглосуточной любовью с любимой девушкой. И это проверено на практике. Три года мы были в отношениях. Это хорошо или плохо? Наверное, это для вас звучит обмерзительно, да? Что ещё потом? Короче, я не знаю. Чё можно хорошую обо мне рассказать? Скоро сдохнет вам эта радость. Новость, я уверен. Празднуйте. А когда вы сдохнете, вас могут плакать на могилке ваши близкие. Ну, точнее, вы уже от старости сдохнете. Какая разница, будете вы смеяться надо мной или нет, если жизнь – это просто сон. Это просто миг. Это ничто. Не бытие, это вечность. Нас воспитала однополая семья, но не самая прогрессивная страна. Нас воспитала мама и бабушка. Мы с тобой в одной укряшке. В одной и яме. Но только ты. Ладно, не важно. Я сейчас играю тихо, чтобы мне соседям не мешать. Какое красивое звучание. Как бы заглушить стремные струны и эту струну. Ух, ты. Л grips